МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямой эфир телеканала Юрген продолжает программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борщ. Сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт Алексей Башканов. Алексей Сергеевич, добрый день. Добрый день, Катя. Добрый день, уважаемые телезрители. Телефонные разговоры. Все мы когда-то проходили через ситуации, когда не знаешь, с чего начать разговор и как пообщаться подольше. Особенно, если на том конце провода девушка или парень, который вам нравится. Телефон прямого эфира 5167-667. Звоните. Начну вот так. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуйте, Катя. Это правильно? Лучше, чтобы было хенд-фри, без рук и чтобы на ушах висело. На самом деле, конечно же, существуют правила. Есть деловое общение. Есть правила делового общения по телефону. Существуют правила бытового общения. Есть правила сексуального общения. В основе их лежит всегда одно и то же. Желание, чтобы тебя услышали. И желание, чтобы человек, с которым ты разговариваешь, в финале выполнил твое пожелание. Да, то есть, чтобы вы попросили и вы были услышаны. Потому что телефон сегодня используют также многие менеджеры во время продаж. Да, так называемые переговоры по телефону. Когда люди пытаются продать. Особенно это очень интересно в мегаполисах, в больших городах. Но я, например, когда учу своих продажников разговаривать по телефону, я даю очень небольшой блок разговора по телефону. И всегда объясняю. У нас небольшой город. И даже если я провожу, предположим, в Ухте или в Инте или в Иркуте тренинги, то там все равно ситуация идет такая. Город небольшой. Постарайтесь сделать так, чтобы назначить встречу. Потому что первые переговоры по телефону, вторые желательно, чтобы проходили вживую. Когда вы видите человека, ну, опять же, мы уже потом натаскиваем, как проводить эти переговоры и прочее, прочее. Но сегодня у нас тема не продажи по телефону. Вот познакомились взаимоотношения. А у нас сегодня тема знакомства. Как познакомиться по телефону или как продолжить знакомство по телефону. Где обычно люди знакомятся? Да, где угодно. Сегодня, пожалуй, мы не найдем ни одного человека, у которого бы не было хотя бы самого простенького коммуникатора. Самого простенького телефончика. И хотя вот есть некоторые люди, которые принципиально не берут телефон в руки. Я знаю также, между прочим, уважаемые телезрители, огромное количество исследований о том, что длительные переговоры по телефону, а это определенно волновое воздействие на мозг, тоже не очень благоприятно воздействует на мозг. Некоторые странные отказываются. Они очень рекомендуют не больше пяти минут в день разговоров по телефону, иначе идет воздействие на мозг. Поэтому имейте это в виду. Ну и первый разговор тоже можно такой совет дать, чтобы разговаривали не очень долго, чтобы не надоесть самым первым разговорам. Мы можем дать этот совет, но мы с вами прекрасно понимаем, что большинство девушек, аудиалы, большинство девушек так любят поговорить и так любят пообсуждать любую тему со своими подругами, начиная с восьми лет и заканчивая там буквально уже за минуту до смерти, последний звонок подруги. То есть советовать женщинам говорить поменьше, но это все равно, что советовать им не прихорашиваться по утрам перед выходом на работу. Это бесполезно. Поэтому мы этого советовать не будем. Говорите, сколько считаете необходимо. Но мы не будем рассматривать, как я уже говорил, продажи, мы не будем рассматривать деловые переговоры, а сегодня наша задача рассмотреть четыре основные бытовые темы. То есть когда вы просто флиртуете с кем-то, когда у вас просто дружеские отношения, когда у вас более или менее завязываются серьезные отношения. И, конечно же, последний вариант – это уже такие предсексуальные отношения, когда вы уже эротическое идет обращение друг к другу, предвосхищая секс, который должен состояться через некоторое время. Итак, просто флирт. Когда вы познакомились с молодым человеком, сейчас обращаюсь к девушкам, да и к молодым людям роли, по большому счету, нет. Кто кому отзвонился. Да, тут ни в коем случае не нужно скромничать и не ждать, что молодой человек вам первый отзвонится. Все. 20-й век закончился. Век, когда девушка была скромницей, когда она ждала, что вот молодой человек ей отзвонится, потому что это неприлично, забывайте. Все прилично. Если нравится, звоните. Если нравится, если молодой человек понравился, не стесняйтесь, звоните. Если это все дальше потом приведет к счастливому браку, то мы с вами потом вместе порадуемся, да, и вы меня пригласите к себе на свадьбу. Итак, состоялся звонок. Кто кому звонит, неважно, молодой человек девушки или девушка молодому человеку, неважно. Кто звонит, тот должен подготовиться, по идее, заранее. Кто первый набирает номер чужой, он должен к переговорам подготовиться. Что для этого нужно? Для этого, когда вы только начинаете, когда вы только учитесь этим переговорам, для этого нужно перед собой составить порядка 10 тем, о которых вы можете поговорить. Ну, во-первых, почему вы звоните первый раз? Да, что послужило причиной? Мы с тобой встретились в клубе, ты мне оставил свой телефон, или я у подруги узнала твой телефон, вот звоню, то есть начало, преамбула. Объясняем, да? Когда мы объясняем. Но прежде чем мы объясняем, вы должны начать с представления, потому что когда, ну, представь себе, Катя, да, вы берете трубку, там, мужчина, который вы замужем, да, и вдруг вам говорят, Катя, я вот вас видел по экрану, я хочу с вами познакомиться. Было в вашей жизни что-нибудь такое подобное? Было. Было, да? То есть, и дальше вы уже говорите, я замужем, извините, я не могу, я целомудрена, я хорошая жена. Либо вы говорите, нет, мне интересно с вами побеседовать, да, и это подразумевает уже совсем другие отношения, да. Я сейчас с Катей ни в коем случае не имею в виду, что вот именно ей звонят, и с ней разговаривают, нет. Но вы должны понимать, что это некий сценарий. И вот для того, чтобы грамотно провести разговор по телефону, вы режиссер этого сценария, вы сценарист. Вы сценарий пишете, а потом, как режиссер, его ставите, да. Итак, первое, что нужно сделать, это, конечно, нужно научиться здороваться и научиться знакомиться. То есть, когда вы представляетесь, привет, одна ситуация. Когда вы говорите, бонжур, это другая ситуация. Это уже с намеком на знание вами иностранных языков, да. Когда вы отзваниваетесь мужчине и говорите, привет, бродяга, это одна ситуация, да. Когда вы делаете звонок и говорите, я попал своему любимому мужчину на номер, да, это уже третья ситуация. Вы должны подготовиться, как вы будете к нему относиться на протяжении всех переговоров по телефону. После, значит, вы отзвонились, вы поздоровались, затем вы говорите, кто вы. Один очень важный момент. У каждого человека существуют любимые имена и нелюбимые. Вот, например, мужские имена, да. Вот большинство Владимиров очень не любят, когда их называют Володя. Да. Вот когда я с женами этих Владимиров разговариваю, они говорят, вот мы понять не можем, может быть, такое красивое имя, Володечка, да, Володя. А мужикам не нравится, да. И Алексей, мне не нравится имя Леша, да. И вот кого не возьми, обязательно у человека есть какое-то нелюбимое имя. Помните об этом всегда. Почему? Это надо выяснить ранее? Потому что если вы знакомитесь с мужчиной или женщиной, и она вам говорит Татьяна, или он вам говорит Сергей, то будьте добры и называйте. Первый раз так и называйте. Вот так. Так они узнают, что лучше. Все время и называть. Если вы вдруг перейдете на Сереженька, да, то... вот так. Субтитры сделал DimaTorzok